Побег на Тигре. Статья в Камертоне за 4 июля 2020 года. Клим Подкова. Телефон на столе коменданта Риги взорвался звонком. Генерал-лейтенант Зигфрид Руф с тревогой снял трубку. Напрямую ему звонили либо из Берлина, либо в случае ЧП. Хель Гитлер. Зигфрид услышал нокрик своего друга, главного инженера танкоремонтного завода Хейзера. У меня сбежали пятеро русских. Черт, мысленно выругался Руф. Он что, считает, что у коменданта нет других забот, как ловить бежавших заключенных? Ладно, не паникуй, подумаешь. Сбежали пятеро русских. Не сегодня-завтра их схватят. Ты не понимаешь, завопил Хейзер. Они угнали, Тигр. К северо-востоку от Риги с дореволюционных времен стоял вагоноремонтный завод «Феникс». Взяв столицу Латвии, гитлеровцы приспособили предприятие для нужд вермахта и в Ригу пошли эшелоны с разбитой техникой. Газеты писали о победах германского оружия, а количество прибывающих на завод разбитых бронетранспортеров, автомобилей и танков росло с каждым днем. В 1943-м поток резко увеличился. Рабочие работали сверхурочно и все равно не успевали за растущими объемами заказов. Администрация завода обратилась к коменданту Рижского концлагеря с просьбой прислать военнопленных, желательно имеющих рабочие специальности. В начале 1944-го на завод прибыла первая партия советских узников. Никола из Иванова выделился в первый же день. Он сносно изъяснялся по-немецки и явно имел техническое образование. Опасения администрации, что русские будут волынить и саботировать работу не оправдались. Руководимая Николой бригада работала споро. Техника успешно проходила все тесты и испытания. Главный инженер не мог нарадоваться на такого помощника. А между тем, ремонт осуществляемой бригадой Николы имел свою специфику. Специфический ремонт. Бригада занималась откровенным вредительством. Каждому Никола определил свой участок работы. Каждому объяснил, как работоспособную технику сделать дышащий наладан. Электрик окислял контакты, плохо их крепил. В труднодоступных местах перерезал проводку, оставляя 2-3 жила. Аккумуляторщик в батареи, поступавшие на зарядку, добавлял щелочь, а в новой заливал кислоту повышенной концентрации. Отремонтированная таким образом техника успешно проходила ходовые испытания, однако срок жизни ее двигателя, ходовой части, агрегатов и систем исчислялся часами. Техника выходила из строя на второй-третий день. Многим машинам не суждено было даже дойти своим ходом до позиций. Однако Никола с товарищами не собирались ждать, когда на завод приедет гестапо и начнет выяснять причины некачественного ремонта. Они готовили побег. Вырваться за стены охраняемого завода Никола с товарищами решили на танке. Они выбрали машину и принялись готовить ее к побегу. Работали на совесть, ведь от качества ремонта теперь зависели их жизни. Угнали тигр 18 апреля 1944 года прозвучал сигнал на обед. Рабочие начали расходиться. Заводской двор опустел. Часовые на вышках расслабились. И вдруг один из тигров взревел и двинулся прямо на дощатый забор, окружавший территорию. Смял его, помчался к центральным воротам, выбил их и выехал на улицу. Промчавшись по улицам Риги, танк вышел на Псковское шоссе и развернулся в направлении на восток. Тигр мчался по шоссе, а опережая его, неслись телефонные звонки. Задержать. Остановить. Любой ценой. В 30 километрах от Риги немцы выкатили противотанковую пушку и ударили по танку прямой наводкой. Но Круповская броня выдержала. Танк развернулся и пошел прямо на орудие. Гитлеровцы разбежались. Тигр смял пушку, раздавил грузовик и помчался дальше. Давя гусеницами встречавшиеся на пути заставы и КПП, танк шел на восток. Пройдя по шоссе около 60 километров, танк остановился. Кончилось горючее. Беглецы покинули машину. Один из них был ранен и бросился в сторону видневшегося недалеко хутора, надеясь укрыться там. Четверо бросились в сторону леса. Гнавшиеся за беглецами на автомобиле солдаты увидели безжизненно стоявшие тигры и остановились. Офицер приложил глазам бинокль и нашел бегущие в сторону леса фигурки. Вот они. Гитлеровцы открыли огонь. Один из бежавших вскинул руки и упал. Трое скрылись в лесу. Наступившие сумерки укрыли беглецов. Русский и латыш. Вечером жена путевого обходчика Ольга Ветерс в стоге сена возле дома обнаружила худого небритого мужчину. На ногах человека были деревянные колодки. «Хлеба», – прошептал мужчина. «Хорошо принесу, только никуда не выходите. Соседи у нас ненадежные». Вечером Ольга рассказала мужу о прячущемся у них беглеце. Иероним взял хлеб, сало, флягу с водой и вышел из дома, строго-настарко запретив жене и дочке даже подходить к стогу. Двое суток пробыл беглец на хуторе, а в ночь на третьей Ветерс вывел русского солдата на лесную тропку. На прощание Иероним подарил беглецу галоши, который тот надел на свои распухшие ноги вместо деревянных колодок. Ветерс смотрел ему вслед и молел Бога, чтобы русский дошел до своих. Он не знал, что вслед русскому смотрит еще одна пара глаз. Утром в дом путевого обходчика ворвались полицаи. «Собирайся», — сказал старший Иерониму. Ольга сняла с гвоздя теплую куртку и подала ее мужу, но тот сделал отрицательный жест рукой. «Не надо. Пусть куртка останется семье. Ему она уже ни к чему, а жена может выменять на нее картошки». «Прости, если я был перед тобой в чем виноват». «Прощай». Иероним надел кепку и вышел за порог. На вторые сутки Иеронима вывели из камеры к следователю. В комнате на табуретке спиной к двери сидел человек. Иероним сразу узнал свои галуши. «Ты его знаешь?» — обратился следователь к сидевшему. Человек обернулся. «Нет». «А ты?» — немец повернулся к Иерониму. «Нет». Следователь сделал отметку в лежавшем на столе документе и приказал расстрелять обоих. Русский и латыш стояли рядом у кирпичной стены. Руки у них были связаны. Русский повернулся к товарищу. «Прости меня, Иероним, подвел я тебя». «Тебе не за что извиняться!» — ответил Ветерс. «Я ни о чем не жалею!» Унтер-офицер крикнул «Файр» и грянул залп. Бой у Синного Сарая В это время по всей власти искали трех оставшихся русских. 29 апреля пришло известие из Скуйенесса, что танкистов видели там. На ноги подняли весь гарнизон и полицаев. Около 200 человек выехали ловить трех беглецов. То утро в районе Скуйенесса выпал снег. Трое шли по лесу, а за ними тянулась предательская цепочка следов. Утром 30 апреля беглецы вышли к полуразвалившемуся сараю. Спустя несколько часов по их следам к сараю подошли немцы. Один из участвовавших в операции полицаев на допросе в 1945 году показал, что окруженные русские открыли огонь, начали бросать гранаты. Мы уже никогда не узнаем, где блуждавшие 11 суток по лесам беглецы сумели раздобыть оружие. Но факт остается фактом. Они оказались вооружены и сдаваться не собирались. Несколько часов шел бой. К полудню погиб последний бежавший русский немцам и полицаям достались три трупа. Найденное имя. Кто были эти пять смельчаков, бежавших на немецком танке? Из бригады Николая не все могли принять участие в побеге. Накануне немцы усилили меры охраны и не все смогли выйти на площадку, где стояла готовая к побегу машина. Некоторым посчастливилось дожить до конца войны. Однако на вопрос, как их звали, они с огорчением пожимали плечами. Руководил всем Никола из Иванова. За рычагами танка сидел Сашка Цыган из Краснодара. Еще был Володя из Вологды. Но не факт, что именно так их и звали. В лагерях многие скрывали свои подлинные имена, особенно у кого за плечами были по несколько побегов, чтобы не быть расстрелянными как неисправимые. И все же нашелся один, земляк Николы, который назвал его истинное имя и фамилию, Виталий Павлович Гурылев, младший воентехник, лейтенант, пропал без вести в 1941 году. Три неудачных побега. Побег на Тигре был четвертым. Не кино. Побег Гурылева и его товарищей очень напоминает сюжет фильма Т-34. Его создатели, уверяя, что в основе лежат подлинные события, не сообщают больше никаких подробностей. Скорее всего, побег Гурылева с товарищами на танке – один из нескольких имевших место. Однако Рижский побег 18 апреля 1944 года – единственный документально подтвержденный. Эта история не так красива, как в фильме, но куда трагичней. От себя я хочу добавить, что я уже читала и залила на YouTube подобный рассказ. И хочу от себя еще вот что добавить. Прежде чем смотреть Т-34 фильм, посмотрите, пожалуйста, «Жаворонок» 1960-х годов, снятый черно-белый фильм. Тоже основан на реальных событиях. Клим подкова «Побег на тигре». Продолжение следует...